Я сегодня дома был с семьей. Вчера жена посещала здесь такое служение для сестер. Я был дома с детьми. И знаете, сегодня с утра я проснулся, мы с ней беседуем. Я там Ричарда включил, Цумермана послушать, так слушал, размышлял над его словами. И потом уже уходя, зашел, она там с детьми, я говорю, слушай, ну вот дана человеку проповедовать. Вот дал Бог дар человеку, вот так вот он проповедует, внутренность себя восторгается, слушая слова, слово проникает прямо в сердце. Думаю, как хорошо человек проповедует, вот дано человеку. Она говорит, да, Сережа, но не всем так Бог дает. Одному так, другому иначе. Она говорит, один вот так проповедует, другой так. Я говорю, ты убиваешь во мне святую надежду и стремление. На, иди, иди, говорит, с миром все. Значит, вот так мы с ней побеседовали сегодня с утра. Но слава Богу, слава Богу. Как и есть, молимся, стремимся, идем, радеем, стараемся, и тогда Бог благословляет. Слава Иисусу Христу, друзья. Я хотел бы проповедовать на тему, доколе еще есть время. Доколе еще есть время. Значит, размышляя над Псаломом, 78-й Псалом, я там выборочно так увидел, знаете, что-то похожее на моё, когда бы я вот был еще во грехе, жил переживаниями, значит, стремлениями этого мира, погоней за чем-то, за каким-то призраком, значит, может быть, преступных авторитетов, потом уже, будучи, значит, в трудностях, в проблемах, в грехах. Я увидел переживания, переживания, Псаломопевец пишет, когда я уже встал, значит, очень мне трудно было, болезненно, плохо, я хотел все это оставить, у меня ничего не получалось. Я молился, плакал, переживал, старался, опять, значит, ворачивался ко греху. Вы знаете, и вот, почитая этот Псалом, я увидел такие слова. «Мы сделались пошмешищем у соседей наших, по руганиям и по срамлениям у окружающих нас. Да коли, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь». Девятый стих. «Помоги нам, Боже, спаситель наш, ради славы имени Твоего, избавь нас, прости нам грехи наши ради имени Твоего, да придет пред лице Твое стенание узника». Одиннадцатый стих. «Могуществом мыши Твоей сохрани обреченных на смерть». Вы знаете, сегодня я, переживая и молясь, может быть, за таких же, как я сам был, я вижу, что это слово или молитва таких вот людей, которые, познав Бога, может быть, что Он есть, услышав о Его святой милости и спасении, дарованном во Христе Иисусе, но сегодня, может быть, не могущих вырваться из оков сатаны, не могущих, старающихся, пытающихся, может быть, молясь, но не могущих. И вот эта вот молитва мы сделались по смешищам у соседей наших, по руганиям и по срамлениям у окружающих нас. Братья и сестры, мы сегодня в церкви, слава Иисусу Христу! Но я вам скажу, сегодня в мире ходят, ходят люди, может быть, по контейнерам, а может быть, пьяные на остановках, они из нормальных семей, возможно, может быть, и жена есть, и дети, но грех не выбирает. Я был у Мельникова тут, Сергея, малорославцы, и он, говорит, приехала там милиция, что-то они выведывали в центре там у них. Ну и один ходил, говорит, так, все проверили, уходить. Ну, говорит, смотрите мне, все равно про вас все знаем. Ну, один там, Мельников, говорит. Он говорит, хорошо, но ты, говорит, если проблемы будут, приходи. У нас, говорит, есть начальник налоговой полиции, один, тоже говорил, пальцем махал. Грех не выбирает. И тот ушел молча, ну, так дернулся маленько, ушел. Грех не выбирает. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Да придет пред лица Твое стинание узника. Здесь идет речь также о заключенных, может быть, которые, может быть, в колониях этих. И знаете, пытался человек, старался, но сегодняшняя система исправительная, наша, не построена, чтобы исправить, к сожалению, увы мне, Господи. Она построена так, чтобы человек уже не вышел. Преступник должен сидеть в тюрьме. Сказано было одним человеком. До сих пор так все остается. По-другому не рассматривают у нас. Коль преступник должен сидеть в тюрьме. Но преступник, может быть, молится и хочет избавиться. И старается. Вы знаете, кажется, ну что, ну раз молится и старается, значит, Бог поможет. 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 Но Бог через церковь хочет помогать. Бог через тебя и меня хочет помогать. Вот он, знаете, на самом деле, я помню, вокруг люди уже, как только не от, знаете, как вот мерзостью какой-то, знаешь, уже каким-то презрением каким-то плевались, кидались, уходи быстрее. Вот по смешищам у соседей наших, по срамлениям стал у окружающих. И хорошо, хорошо, когда человек, ну, какой-то вот так вот ходит и смотрит, и где-то это в стороне. Где-то это кто-то, ну, не со мной. Где-то это вдалеке. Но, знаете, бывает, что это родные наши, а бывает это дети наши, а бывает это мужья наши. Бывает, отцы наши. Бывает. Это очень тяжело. Это очень тяжело. И молимся, помоги нам, Боже, Спаситель наш. Теперь уже, родные, молимся. Ради славы имени Твоего. Избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Да придет пред лицо Твое стинание узника. Могущество мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть. Теперь уже мы, будучи родными, может быть, молимся. Одна сестра, знаете, когда я разговаривал, однажды ехал с одним человеком, и, значит, у нас беседа такая была с ней. Вот, как бы, переживания мои там, что вот есть люди, которые в тюремном, значит, там в тюрьмах, лагерях, может быть, наркоманы, преступники, в этом уже на свободе, бандиты какие-то. Значит, они обмануты сатаной. Они обмануты, и, может быть, некоторые хорошо, если они видят себя и молятся, и хотят вырваться, но другие, бывает, и не видят себя, знаете, и они увлечены погоней, так, за этим миражом, каким-то авторитетом, счастья, денег, может быть. Потом уже, будучи порабощены рабством, они уже гонятся просто за дозой, чтобы найти у колодца, как-то забыться, или там напиться, как-то забыться, отвлечься. Вот. Они обмануты врагом душ человеческих. Обмануты, как многие в этом мире, живущие без Бога, может быть, не будучи так сильно поражены грехом. И человек не видит себя. Человек не видит себя в проблеме. Человек думает, что все нормально. Все нормально. Ну, выпиваю. Вырвусь. Ничего, брошу. С понедельника брошу. С Нового года брошу. И вот так вот он живет и проживает свою жизнь. И враг ворует здоровье, ворует счастье в семье, распадаются семьи, разрушаются браки, уходят жены, дети брошенные, в детдомах. И враг разрушает человечество. Именно таким вот, знаете, страшными вещами. Молитвы матери, молитвы жен, молитвы церкви. И, наконец, в сердце коснулся Бог молитвы уже этого узника, измученного. Его старания, стинания, плач, слезы. Все это скапливалось, скапливалось в человечестве. Знаете, и однажды, однажды, две тысячи лет назад, вышел некто, так же, может быть, встал посреди собрания. Ему подали книгу пророка Исаии. Он открыл ее и начал читать. Нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Вы знаете, был послан, услышана была молитва, услышано было стинание узников, услышано был плач матерей, слезы родных, слезы жен, плач детей в детдомах. Услышан был. И Бог посылает, посылает единственного своего Сына Иисуса Христа для того, чтобы, значит, через жертву Голгофского, через жертву Голгофы был искуплен этот род от рабства, греха. Посылает Бог своего Сына. Но знаете, на что обратилось мое внимание, когда я читал это место священного Писания? Он говорит, «Послал меня благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение отпустить измученных на свободу». На что-то обратилось внимание пленным, слепым, измученных, узников. Вот кто видит себя таким, кто сегодня видит себя в невозможности вырваться, к тем приходит Бог. Сегодня Дух Святой продолжает работу Иисуса Христа, который был вознесен после воскресения. Дух Святой сегодня на земле. Он действует сегодня повсеместно. Сегодня забрались, знаете, на крайний север. Забрались в Назино, в Новонекольское. Сегодня забрались в тюрьмы. Бог открыл эти двери. В тюремные, в смертные колонии даже ходят. Где приговоренные к смертным казням. Ходят повсюду. Кто это делает? Скажете, люди. Я скажу, Бог. Духом Святым через людей. Бог это делает. Посылая и посылая. Он посылает сегодня больше того в колодцы. Посылает к кормлению. В детдома. Дома престарелых. Повсюду, повсюду. Распространяется это слово. Я пришел исцелять сокрушенных сердцем. Отпустить измученных на свободу. Проповедовать пленным освобождение. Я пришел. Этот голос звучит сегодня. Но. Насколько Бог. Хочет увидел, чтобы ты себя. Пленным. Чтобы ты признал себя. Узником. Встал пред ним. В сокрушенном сердце. Как порой нам не хватает это даже христианам. Сокрушенного сердца. Вы знаете. В центр вот так вот приходят люди. К нам в центр реабилитации приходят люди. И беседуя с человеком. Вот. Вот я вот увидел. Так уже свидетельство маленько поделюсь. Что. Ну знаете. Увидел, что Богу не трудно. Освободить от наркотиков. Бывает человек говорит. Вот наркотики. Это проблема. Звонят по телефону. Много звонят. Знаете. Если так рассказывать. Бывает по 20-30 звонков в день. Звонят на сотовый. Вот. И. Как бы. Ну вот у меня там родственники плачут. У меня проблема. Сын колется. Там. Внук колется. Там. Мать. Там. Пьет. Или еще что-то. Как помочь. Что нужно делать. Сколько нужно заплатить. И разные знаете. Реакции есть у людей. Есть те. Кто допустим. Говорят. Какими методами у вас там лечат. Лекарствами или что там. Я говорю. Нет. Мы не лекарствами лечим. Мы молимся. Господу Иисусу Христу. Который умер и воскрес. В оправдание наше. И Бог по молитве святых делает. Дает освобождение людям. По молитве родных. По молитве самого человека. Который нуждается в этом. Бог освобождает. Ищут освобождение от пьянки. Ищут освобождение от. Значит. Какой-то порочной зависимости. Или грешного образа жизни. Это все славный. Замечательный. Прекрасный. Но если мы вспоминаем. Этих 10 прокаженных. Которые пришли ко Христу. И говорят. Помоги нам. Спаситель наш. Спаси нас. Значит. Они пришли-то с нуждой. Спаси нас. Пришли. Значит. И он говорит. Идите. Идите. Покажитесь священнику. Интересный момент. Они пошли показывать священнику. И знаете. Что там прекрасно. Самое в этом. В этой притче. Все 10. Исцелились. Ведь все 10. Исцелились. Да к Богу не трудно дать исцеление. Но что-то Он хочет больше. Чем исцеление дать. Одна молитва. Ну две. Ну. Бывает что еще борьба. Ну три. Бог дает исцеление от проблем. От наркотиков. Здесь сегодня. От пьянки. Дает исцеление по сей день. Дух Святой сегодня с нами. Слава Ему. Слава Богу. Бог живой сегодня. Он сегодня действует. Как и прежде. Он говорит. Я пришел. Я пришел к пленным. Пришел к сокрушенным. К измученным. Тем кому надо это. Я пришел к ним. Я пришел к вам. Чтобы отпустить измученных на свободу. Говорит. Дух Святой сегодня. И вот эти десять. А не получив исцеление. Вспомните. Что дальше происходит. Один всего. Возвращается. И все проповедники. Знаете. Проповедуют. Хорошо проповедуют. Слава Богу. О благодарности этого человека. Я не на это обратил внимание. Когда читал. Ну и. Может быть. Те шли. Благодарили. Какая разница. Где благодарить. Не про это речь. Человек пришел. Упал к ногам его. И благодарил. Вспомните. Что ему сказал сам. Бог. Иди. Вера твоя. Спасла тебя. Вот что хочет дать нам сегодня Иисус Христос. Он хочет дать нам свободу от наркомании. Он хочет дать нам свободу от рабства греха. Он хочет это. Это его желание. Аминь. Слава Богу. Но он хочет видеть тебя и меня. В небе. В драгоценном лоне церкви. Он хочет видеть тебя. До конца жизни посвятившим себя Иисусу Христу. И который вернулся к ногам его. Он ему сказал. А вот иди ты. Вера твоя. Спасла тебя. Что у тех веры не было. Исцелились. Была. А вот этому он сказал. Ты иди. Вера твоя спасла. Один из десяти. Братья и сестры. Один из десяти. Все получили освобождение. У нас уже человек пятьдесят прошло сегодня. За этот год в смысле. Вот сколько времени прохло. Центр тут девять месяцев. Восемь. Человек пятьдесят прошло. Один из десяти. К сожалению. И Бог так сегодня хочет и стучится в сердце. О, если бы ты увидел себя нуждающимся. О, если бы ты увидел себя нагим. Слепым. О, если бы ты встал ко мне и возвал ко мне. Я сегодня стою около твоего сердца. Готовый дать тебе. Дать тебе свободу. Дать тебе жизнь. Дать тебе благословение и спасение в сыне моем. И Иисусе Христе. Слава ему. Братья и сестры. Я хотел бы помолиться. Я хотел бы вместе с вами помол... Я хотел бы вместе с вами, чтобы вы помолили, может быть, за нас помолились. О центре. О нас. О братьях. Сегодня нас вот здесь вот, может быть, четырнадцать-пятнадцать человек. Я вам скажу, не все так просто. Красиво поем. Слава Богу. Но не все так просто. Очень много трудностей. Очень много борьбы. И вы знаете, враг подходит, бывает. Подходит и так, бывает, обманывает. Приходит ко мне, бывает, вечером, днем, утром. В мучениях, знаете, в борьбе. Уходить собрался. Куда ты собрался уходить? Очень трудно. Я хотел бы, чтобы за нас помолились. За центром. Я прошу вас. И я хотел бы, может быть, спросить на этом месте, если есть кто хочет, сегодня, может быть, в трудности находится. Покаяться выйти. Обратить свое сердце к Богу, сказать, Господи, прости меня. Мне трудно. Я старался, может быть, пытался бросить что-то, оставить что-то, измениться как-то. Но ничего не получается. Мне трудно. Бог хочет сегодня тебе помочь. Подними руку, мы будем за тебя молиться. Тем, кого сегодня трудно. Трудно, может быть, мать какая-то молится за сына. Выходите сюда. Может быть, мать какая-то молится за сына. Ей трудно. Она молилась. Уже руки опускаются. Господи, услышь молитву нашу. Псалмопевец молится. Господи, услышь обреченных на смерть. Выходите, кому трудно. Мchied翰. Господи,私 отца общественного храма.